Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новости в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Международная финансовая корпорация IFC обратила внимание на Караганду. Гостеприимство, которое уложило на больничную койку 19-летнего юношу. Цветное небо. Парашютисты области соревновались на точность приземления. 31 марта текущего года постановлением правительства страны был утвержден комплексный план приватизации. Глава области Нурмухамбет Абдибеков провел совещание, на котором был рассмотрен ход реализации программного документа. Президент страны Нурсултан Азарбаев в послании народу Казахстана «Казахстанский путь 2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее» поручил правительству совместно с фондом Самрук Казана провести анализ всех компаний с государственным участием, определить перечень предприятий, подлежащих передачей в частный сектор. Всего в рамках комплексного плана в республике планируется приватизировать 780 организаций. У Карагазинской области приватизации ее премиоритетные стадии подлежат 52 организации. В том числе по комплексному плану 43 организации коммунистов в Карагазинской области и 1 чайная организация национальная компания «Казахстанская арта». Из них 6 организаций являются областной коммунальной собственностью, они представлены на слайде. В Карагазинской области приватизации подлежат 52 организации, в том числе 6 организаций областной коммунальной собственности, 37 организаций районной и ТО – централизованная производственная розничная компания «Арка изобилия», которая является дочерней организацией АО «СПК Сарарка». В текущем году по республике уже продано 14 объектов, из которых 12 объектов государства, собственно, и 2 объекта хорнивых. При этом при стартовом цене порядка 45 миллионов в тене цена подальше составила более 60 миллионов в тене. Решением межведомственной комиссии по вопросам оптимизации объектов государственного и квази-государственного сектора в конкурентную среду передаются Карагандинский областной центр обучения языкам, также спортивные клубы Карагандинской области. Сфера спорта на сегодня пока не привлекательна, потому что отсутствует спортивный менеджмент, маркетинг, продажа, реализация, подготовка тех же спортсменов для продажи, потому что клубы зарабатывают в основном подготовкой и продажей спортсменов. Давайте попробуем приближить сюда, вести, по крайней мере, переговоры, сказать о возможности приватизации этих клубов. Где же нашим российским, допустим, партнерам, кто занимается, условно, давайте динамо-продолжим, спортсменов-продолжим, локомотивам-продолжим, или еще кто-то, не знаю. Объявления о продаже объектов приватизации будут публиковаться в СМИ и на веб-портале Рейстра государственного имущества, что позволит охватить более широкий круг населения для участия в приватизации. Управлению госактивов и закупок Каргандинской области, Акимов, районов и городов провести широкое извещение предпродажной подготовки объектов приватизации и разъяснительную работу с населением субъектами частного предпринимательства. Глава региона также поручил руководителям областных управлений и Акимов городов и районов принять все необходимые меры по недопущению проявлений коррупции в ходе проведения приватизации объектов коммунальной собственности. Гульнур Жакен, Улжас Габазов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Сегодня в Карагандинском областном Акимате состоялась встреча с Международной финансовой корпорацией IFC по вопросам возможного сотрудничества с Карагандинской областью. Одно из подразделений крупнейших групп Всемирного банка теперь будет сотрудничать и с Казахстаном. Международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка. Юридически и финансово независимая международная организация, являющаяся специализированным учреждением ООН. Создан в 1956 году с целью обеспечить устойчивый приток частных инвестиций в развивающиеся страны. Членами этого банка являются более 160 государств. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. Говоря о функциональной роли ICF, по исполнению данной миссии в первую очередь мы являемся финансирующей организацией. Финансирование предоставляется в различных налогоинструментах, как кредитование, участие в акционерном капитале и предоставлении гарантий. Данная встреча проводилась в рамках поручения главы государства по взаимодействию с международными финансовыми институтами. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Акиматом Карагандинской области и Международной финансовой корпорацией. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Распоряжением Акима области Нурмухамбета Абдебекова, исполняющей обязанности руководителя управления экономики и финансов, назначена Ольга Чернявская, как прошедшая конкурсный отбор. Ольга Чернявская родилась в 1958 году, имеет два высших образования. В 1992 году окончила Карагандинский политехнический институт. В 2008 году Карагандинский институт актуального образования Болошак. По квалификации инженер, преподаватель строительных дисциплин, бакалавр экономики. Более 30 лет работает на государственной службе. Вся ее трудовая деятельность связана с вопросами экономики и планирования в области строительства, промышленности и развития предпринимательства. В сентябре 2012 года и до назначения являлась заместителем руководителя управления строительства Карагандинской области. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Hercules. Торговая марка Galvin представляет. Эконом серия профиль Galtec 53 серии. Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. Несчастье, оно всегда приходит неожиданно. В Тимиртау на Самаркандском водохранилище пропал Роман «Воскобойник». Это случилось в канун Дня Металлурга. Но до сих пор о нем ничего не известно. 17-летний парень в выходные дни с другом поехал на остров отдыхать. Никаких беспокойств у Ларисы «Воскобойник», матери Романа, это не вызвало. Пока не прибежал знакомый сына. И сказал, что он не может найти сына. Что они как будто катались на скутере и он куда-то исчез. И вот с 19-го числа велись поиски на воде. Там 12-15 дней. Ну, тела мы не нашли никак. С 19-го июля тянется неизвестность. Самостоятельный поиск на воде, на суше ничего не дает. Полиция нам вообще ни в чем не помогает, ни в поисках. Ни на воде, ни на суше их рядом вообще не было. И даже ориентировку мне пришлось с них, как бы сказать, выбивать. Чтобы они мне ее дали, чтобы мне развести на телевидении и в газеты разместить. Очевидцы говорят, что они решили покататься на скутере. А скутер и нашли на воде, но Романа нигде не было. Вероятно, они перевернулись. Несколько раз, три раза вроде бы перевернулись. Это выходит так, что сначала они оба садились, потом второй раз садились, на третий раз. Я не знаю, как это было. Но сам факт, что они были бы без спас-жилетов. Были бы в жилетах, даже не умеющие плавать, все было бы нормально, нам бы целый остался еще. И помимо этого у нас имеется инструкция, по которой мы работаем непосредственно. Мать не может понять, почему Роман, который боится воды, даже в нее не заходит, сел на скутер без жилета. Парень, который с ним был на скутере, он постоянно говорит ту одну версию, что он его оставил на берегу. Потом другую версию, что он выпал. Потом появляется версия, что он его уже вытащил и сел сам за руль, и они опять перевернулись. И в училище, и в школе Роман никогда не вызывал нареканий у преподавателей. Работает в автосервисе. И вариант, что он замешан в краже скутера, приводит Ларису в оскобойник недоумение. Когда вот сам хозяин скутера прочитал, говорит, это, говорит, что за ерунда, как он мог его украсить, если они его просто, ну... Они, как он сказал, они хотели сначала поплыть на лодке. Но потом, говорит, почему-то решили плыть на скутере. Ну, они его не угоняли. Хуже всего неизвестность. А в быстром выяснении, что случилось с Романом, похоже, кроме родителей, никто не заинтересован. Да, прошу всех, кто видел вот это вот происшествие 19-го числа на воде, прошу, помогите. Может, кто-то видел, может, кто-то знает. Потому что... Люди добрые, без протоколов, без инструкций, помогите матери узнать про сына. 19-летнего юношу Артема Антонова, который приехал в родной город погостить, жестоко избили, в результате чего парень получил серьезные травмы и сейчас прикован к постели. Как оказалось, такое жестокое нападение совершил сосед потерпевшего. С момента происшествия прошло уже два месяца, но виновный до сих пор ходит на свободе. В непростой ситуации разбирались наши журналисты. Так жизнерадостный, отзывчивый парень выглядел до трагедии. Молодой парень вырос в детском доме. В Караганду приехал к бабушке из города Омска, где проходил обучение в военной школе. Никто и не думал, что по приезду к родным парень может оказаться в больничной койке. В тот злополучный вечер, примерно в 21.30, между соседями Достаном Алдыхановым и Артемом Антоновым завязалась драка. По словам родственников, подозреваемый требовал у Артема денег. Именно это и стало причиной конфликтов. Он пришел домой вечером, все, как искупался, поел, все, хотел ложиться спать. Его вызвали мальчишки для разговора. И вот он именно его ждал, посылал именно за ним, потому что мальчишки стояли рядом. Он его позвал, отошел, буквально на шаг, как мальчишки сказали. И даже пяти минут не прошло. Он ему сказал что-то, и все, и он упал. Говорит, а он упал сам. Еще они подошли с друзьями, посмотрели на него и засмеялись. Полтора месяца Артем пролежал в коме. Удары были настолько сильны, что юноша получил ушиб головного мозга тяжелой степени. Правая сторона головы была сдавлена. Сейчас он дышит через трубку, прикован к постели и не может двигаться самостоятельно. Родственники хотят лишь справедливости. В больнице выписали, а снимки ничего не дали, потому что они все уничтожили. Милиция ничего не делает, в больнице снимки не дали. Он лежит. С момента возбуждения уголовного дела прошло два месяца, но за это время дело не сдвинулось с мертвой точки. В отношении подозреваемого не принимают никаких мер, хотя и родственники, и соседи утверждают о его виновности. Они говорят, что он эпилепсик, что у него врожденный. Представляете, пацаны это говорят. Это уже на Уська назначат. А как он может быть эпилепсиком, если он поступил в Омское военное училище? Там ведь пока проверяют медкомиссию, он бы в жизни не прошел. Родственники надеются на скорейшее выздоровление Артема. Для лечения молодого парня необходимы денежные средства. Неравнодушные к судьбе Артема Антонова могут протянуть руку помощи. Родные готовы принять любую поддержку. Банковские реквизиты вы видите на своих экранах. В честь 80-летия города Караганды библиотеки имени Мухтара Ауезова открылась выставка. Она посвящена индустриализации Караганды. Выставку смогут посещать не только постоянные посетители библиотеки, но и все заинтересованные горожане, которые хотят больше узнать про шахтерскую столицу. Городская библиотека организовала тематическую встречу под названием «Казахстанным кенчелер-каласы». Сотрудники библиотеки рассказали про Караганду как об индустриальном городе Казахстана. Регулярно в данной библиотеке проводятся вечера, посвященные юбилейным датам, знаменательным событиям в жизни Казахстана. Тематические выставки здесь интересные выставляются и имеется большой фонд библиотечного издания и фотодокументов. Библиотеки подробно рассказали и показали, как развивалось производство в нашем городе. Целью данного мероприятия является поднятие духа патриотизма у посетителей. Я, как постоянный читатель этой библиотеки, хочу поздравить всех карагандинцев с праздником, с городским праздником и пожелать им нашему городу процветания и больших успехов. 11-й филиал библиотеки имени Мухтара Уэзова ежегодно проводит подобные тематические выставки в честь юбилейных дат. Читатели отмечают, что их тут всегда встречают приветливо. Сотрудники библиотеки, являясь сплоченным коллективом, оперативно реагируют на злободневные события и потребности своих посетителей. Ануар Сидрахима, Динжакам, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. К 80-летию Караганды на аэродроме малой авиации Балапан прошел первый открытый лично командный чемпионат области по парашютному спорту на точность приземления. Соревнования подобного масштаба после долгого перерыва проводятся в Карагандинской области впервые. Это и не мудрено. Парашютный спорт довольно затратный. Если раньше он находился под патронажем ДОСААФ, необходимо было готовить профессиональных летчиков, парашютистов, то после развала Союза парашютисты были представлены сами себе и выживали кто как мог. Сегодня обстановка стабилизировалась и парашютный спорт в Караганде вновь набирает силу и славу. И в областном чемпионате приняли участие наши соперники и друзья из Балхаша и Астаны. Всего в него поднимались 35 спортсменов, представляя 6 мужских и 5 женских команд. Соревания проводятся с целью популяризации парашютного спорта, воспитания патриотизма среди молодежи и привлечения молодежи к здоровому образу жизни, поскольку парашютный спорт, как говорится, спорт смелых, отважных людей, которые могут преодолеть любые трудности. В соревнованиях принимали участие и юниоры. Они прыгали с десантным парашютом, а более опытные спортсмены управляли крылом. Александр Вестник два года занимается парашютным спортом. В прошлом году были соревнования в городе Шимкент. Тоже там выполнялись парашютные прыжки на точность приземления. Тоже приходили в круг. Я пришел в круг два раза, получил второй разряд по парашютному спорту. Надо сказать, что юниоры-юноши не смогли набрать зачетных очков. А вот среди девушек лучшей стала Екатерина Сверчкова из аварийно-спасательного парашютного центра Караганды первой команды. Сложно попасть в центр приземления с высоты в тысячу метров. Тут необходимо умение управлять ветром. Соревнования на точность приземления, наверное, самые сложные, потому что надо попасть в центр вот этого круга. Это он только с земли кажется таким большим, 4 на 4, а с воздуха в 500 метров высоты он не больше вот такой 10-ти теньговой монетки. Парашютисты – народ хоть и суеверный, но юморной и с огромным зарядом бодрости. Будь это ветеран или новичок, как Мария Селезнева из Астаны. С прошлого года занимаюсь парашютным спортом. Результаты есть? Да, отличные результаты. Главное – получение удовольствия от этого процесса. В индивидуальном первенстве среди мужчин первым стал Михаил Рихтер, кандидат в мастера спорта, представитель команды АСПЦ-1 из Караганды. В женской категории лучше была Татьяна Диденко, перворазрядница тоже из карагандинской команды АСПЦ-1. Кстати, все призовые места у уличников женщин были за карагандинками. Общекомандные места по сумме результатов распределились следующим образом. Верхняя ступень педестала почета досталась АСПЦ-1 из Караганды. Второй стала Балхажская команда военно-патриотического клуба «Эскер». И третьего результата добились спортсмены АСПЦ-3, тоже из Караганды. Сергей Высокосов, Айдына Хажакан, Бахтия Руспанов, первый карагандинский. В Караганде начались ежегодные республиканские соревнования по горно-спасательному многобою. Организаторы подготовили учебный комплекс, максимально приближенный к реальным условиям. Для участия в битве казахстанских спасателей были приглашены и российские подразделения. Сегодня состоялось торжественное открытие третьих республиканских соревнований по горно-спасательному многоборью. В соревнованиях принимают участие города Караганда, Шахтинск, Экибастуз, Усть-Каменогорск и Новокузнецк. Данные соревнования позволят нам обменяться опытом ведения горно-спасательных работ. Организаторы максимально подготовили учебно-тренировочный комплекс, приближенный к реальным условиям. Те задачи, которые предстоит решать отделением при прохождении всех этапов, они максимально будут приближены к тем условиям и задачам, которые, возможно, завтра придется решать при ликвидации возможных аварий. Соревнования будут длиться четыре дня. В первый день после комиссии и жеребьевки команды принимают участие в индивидуальных соревнованиях на звание «Лучший респираторщик». На второй день перед участниками будет стоять задача выполнения разведки. Отделение в составе пяти человек во главе с командиром отделения будет выполнять работы на учебно-тренировочной базе в шахте. В последние дни соревнований участники будут выполнять комплексные задачи, такие как спасательная операция и тушение пожара. 15 августа будут подведены итоги соревнования. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Первые поединки четверть финала Кубка Федерации Бокса начались в Караганде и Уральске. Команда-победительница пятого юбилейного сезона Кубка Федерации Бокса получит приз в размере 25 миллионов тенге. В спортивном комплексе имени Сири Касапиева проходят поединки в группе «Д» – это сборные Карагандинской, Алматинской, Тераусской и Североказахстанской областей. В следующий раунд выходят лишь победители групп. Данный кубок проводим мы в целях популяризации бокса в регионах. В четверть финальных поединках алматинская команда со счетом 8-2 победила боксеров Североказахстанской области. Карагандинцы делали ставку на чемпиона мира Бабыржана Мамынова. 75 килограмм Бабыржана Мамынова – наш чемпион мира среди вооруженных сил. Наш лидер, капитан команды – 80 килограмм чайников. На Бабыржана равняемся. Это наш лидер. Победителями Кубка КФБ в 2010 и 2013 годах становилась сборная Астаны. В 2011 году – сборная Карагандинской области. В 2012 году – Мангистауская область. В этом году карагандинцы не переиграли Атырау. К сожалению, на этом данном турнире Кубка Федерации Бокса наша команда в Карагандинской области проиграла. Я сам участвовал на этих данных соревнованиях. Весе 91 килограмм. Так сложилось, что не получилось. Но это еще не конец. Наша команда будет стремиться еще вперед. Никто не упал духом. Веры занимать не надо. Спорт – дело государственное. А болельщики всегда поддержат и своих боксеров, и свой футбольный клуб «Шахтер». Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Аман Сау Болгиздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова